Добрый день, дамы и господа! Всех приветствуем с центрального стадиона «Арсенал» из города Тулы. Здесь сегодня 26-й тур проходит, как и по всей России. Ну а здесь в Туле хозяева «Арсенал» принимает Краснодарскую Кубань в запасе в матче против Родины. Но с Енисеем, с Уфой и с нефтехимиком все 90 минут именно провел капитан. Выполняет уже мяч штрафной, прострел хороший, но здесь Юрий Нестеренко. Ну вот первый, может быть, такой действительно опасный момент. Из своей машины как-то не спешил выходить, а нам надо было уже на стадион. Ну вот, момент, рикошет опасный, выручает Нестеренко. Не было ли там офсайда? Был. Судя по всему, даже если бы мяч оказался в воротах, этот гол бы засчитан не был. Но, тем не менее, Юрий Нестеренко выручает свою команду. Сейчас, на повторе, мы это увидим. Много, просто, в Кубани в штрафной. Здесь на подборе неплохая подача. Но, правда, здесь вот только лишь игрок «Арсенала». Ух ты! Еще и желтая карточка. Качеву? Нет, это не Качев, это померка, по-моему, была. Что же там произошло? Схватили, если я все правильно разглядел, Байрыев. Вот его прихватили, он оказался на газоне. И 1-0. Валерий Чуперк открывает счет в этом матче. Достаточно уверенно и четко исполняет этот 11-метровый. Левашов угадал, но достаточно сильно. И главное, что очень точно провел 92-й номер Кубани. Это уже тут 3-3 атака. Великолепный отбор. Удар поворотов в дальний угол. И 2-0 счет не становится. Антон Анов подаст свисток. Удар поворотом. Потом доходит пас. И дальше момент. Панченко. Удар 1-1. Но ассайд. Но ассайд. Причем мне показалось, что ассайд был не у Панченко, а у другого футболиста, после которого мяч уже к Кириллу дошел. Да, взорвались тригуны. За моей спиной в том числе. Может быть, все-таки и у Панченко. Но в основном это делает Абдоков. Абдоков бьет поворотом. Я уже хотел сказать, что очередной гол Абдокова в этом сезоне мы только что увидели. Сейчас посмотрим на повторе. Как-то внешне показалось, что слишком легко. Кубань большими силами шестером в атаке. Передача на Архипова. Подбор. 2-0. 2-0. И это ничего себе. Ты видел, кто пришел в штрафную? Это просто какая-то фантастика. Такой тревожный звоночек. Вот здесь еще атака. Он тратак и Рыбин попал. И все стоят. Рыбин бежит на отскок. А все футболисты Арсенала просто смотрят на эпизод. Что здесь делают. Хотя к нему претензий особых нет. Качев. Хорошая скидка. Но вот надо забивать. И как не забивает сейчас Луценко. Но вроде бы все сделал. И что там? Смотрим. Да. Оставил ногу. Но здесь, конечно, Луценко сам скорее в нее попал. Надо было здесь, конечно, уже просто мяч вкалачивать. Хороший ложный замах. Но вот здесь. Ну что это за удастся. Ну что ж. Кирилл Большаков. Может быть он попробует Арсенал введнуть в эту игру. Хороший удар Большаков. Я сказал об этом. Пожалуйста. Просит мяч забрать Большаков. Вот то, что мы привыкли видеть как раз таки от него в команде Кубань. Помнишь его голы? Ну и за Долгопрудный тоже. Да, да, да. Но это шикарное исполнение. Ты знаешь, вот всегда радуешься, когда такие голы залетают. Высокий футболист. Туда уже пришел не только Диаспорт. И вот, пожалуйста, момент. Вот, кстати говоря, сейчас Диаспорт здорово откинулся на мягкую передачу. И 0-0 сигнал с Енисеем. Ух, какой удар поворотом! Ничего себе сейчас, если бы мяч влетел, какой же был бы был красавец. Заброс вперед. И вот он, финальный свисток. Антона Анопы. Кубань одерживает победу и продлевает свою беспроигрышную серию до пяти матчей. Очередной матч из статина для этой команды. Два мяча на выезде. Никому-нибудь, а Арсеналу. И, по сути, победа абсолютно заслужена. Анастасия. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...